приветствую всех любителей шестой цивилизации пришло время рассказать о новых нациях и лидерах которые появятся в дополнение rise and fall пока не все из них анонсированы поэтому я разобью это видео на две части поровну чтобы было ну и конечно пока невозможно оценить новые нации я просто расскажу об их способностях и так поехали 1 была анонсирована корея очень похоже на то что было в 5 цивилизации то бишь специализация на науке и даже уникальный юнит тот же хвачха лидером кореи будет сон док великая королева сон док полулегендарная королева древнекорейского государства первая в истории кореи царствующая королева так что в отличие от некоторых притянутых за уши правительниц шестой цивилизации например горго сон док человек который обладал реальной властью уникальная способность кореи будет называться три королевства шахты будут давать плюс одну науку а фермы плюс одну еду если построены рядом с савоном а савон это уникальное улучшение кореи район который заменяет кампус до появился уникальный кампус именно для кореи он дает сразу плюс шесть очков науки это крутой бонус потому что вообще обычный кампус науки в принципе не дает и казалось бы убер район такой получается но он тут надо отметить такую особенность савона во первых вы можно построить только на холмах во вторых вы будете получать минус 1 очко науки за каждый рядом находящийся район то есть получается савон надо строить отдельно от всех продукт есть исключение правительственный район правительственная площадь все-таки будет прибавлять одну науку тем не менее за корею нужно будет необычная стратегия так расположить этот район чтобы он не соседствовал ни с какими другими уникальная способность лидера называется хворанг и будет давать плюс 5 процентов культуры и улюс 5 процентов науки во всех городах где есть губернаторы как я и сказал уникальный юнит корейский опять хвачха та самая правда если в 5 циве она заменяла требушет и все ничего не путаю то здесь уже заменяет пушки открывается в технологии порох и отличие от пушки имеет меньше силу правда такую же силу стрельбы силу рукопашного боя меньше правда открывается раньше пушка напоминаю открывается в баллистике следующая новая нация которая появится в дополнение райзен фолл это нидерланды а возглавит их королева вельхельмина вельхельмина правила нидерландами 50 лет дольше других нидерландских монархов во время ее царствования прошли первая и вторая мировая война а нидерланды лишились своих колоний и и уникальная способность называется радио ранье ваши торговые пути к вашим городам будут приносить усиление лояльности для того города откуда они отправлены а ваши торговые пути к иностранным городам или городам государством дадут вам плюс одну культуру уникальная способность голландии называется грот и риверен можно перевести как великие реки увеличенный бонус соседства для кампусов театральных площадей и индустриальных зон если они находятся рядом с рекою кроме того гавань захватывает все соседние клетки при постройке но это что-то типа такого же происходит у польши после постройки военного лагеря или у кхмеров при строительстве священного места уникальное улучшение голландцев не поверите опять полдор дает две еды одну продукцию и половину жилья правда в отличие от пятой цивилизации где полдеры можно было строить только на болотах и поймах шестой цивилизации их можно строить только на клетках побережья да еще и которые соседствуют с тремя как минимум с тремя клетками земли кроме того полдеры не строятся на холмах так что в принципе как и в 5 цивилизации в шестой как мне кажется полдеры будет сложновато построить это скорее такой уникальный рандом а с другой стороны можно будет отращивать опять же довольно большие города и это неплохое улучшение уникальный юнит голландцев называется d7 провинцина не знаю как это будет переведено вообще если дословно переводить то это 7 провинции но это опять же корабль это же корабль правда стреляющий он будет заменять фрегаты и способность у него несколько странная по моему мнению он чуть сильнее чем фрегат если у фрегата 45 ближний бой и 55 дальний то 7 провинции 50 и 60 то есть на 5 выше сила но при этом этот корабль имеет штраф минус 17 силы против других кораблей то есть как раз против кораблей его использовать будет очень сложно а с другой стороны бонус плюс 7 против защищающихся районов ну то бишь против военных районов и видимо против центра города тоже то есть это корабль именно для атаки побережье для атаки юнитов и для атаки районов очень очень специфичный юнит по моему мнению следующая новая нация любимая многими монголия а возглавляет ее не поверите не смогли найти женщину чингисхан интересно вообще есть ли какая-нибудь серия цивилизации где чингисхан не был лидером монголии как всегда способности нации лидера основаны на войне способность чингисхана называется монгольская орда все юниты кавалерии получают плюс 3 к силе в бою и шанс захватить поверженный кавалерийский юнит то есть против монголов всадниками рыцарями кавалерии лучше не вырывать иначе она все они все окажутся у монгола способность нации по-английски написано что называется орту но это есть и русский аналог русское слово оно звучит как ям это такой торговый пост специфический так вот у монголов любой торговый путь сразу создает торговый пост в городе куда он отправлен кроме того эти торговые посты если расположены в городах других наций повышают вам дипломатическую видимость да еще и все монгольские юниты получают плюс 3 к силе за каждый уровень дипломатической видимости против оппонента так что никаких посольств никаких делегаций от монголов принимать не следует и уже с большим вниманием относиться если он к вам начал караваны отправлять уникальное здание монгольское называется орду и как вы понимаете располагается в военном лагере она заменяет конюшни и дает по сравнению с конюшнями плюс одно очко передвижения всем кали кавалерийским юнитом которые построены в этом городе очень неплохой бонус по моему и наконец сам уникальный юнит монголов кишик тэна 5 или кешик требует открытия стремян и может показаться что раз открывается в стреминах то заменяет рыцарей нет на самом деле он никакие юниты вообще не заменяет вот не знаю будет ли что-нибудь апгрейдится в кишик тэнов если ничего не апгрейдится то конечно логично с точки зрения баланса иначе можно будет настроить очень неплохую армию то есть видимо придется кишик тэнов строить только своими ручками это опять же стреляющий юнит в отличие от любых других кавалерийских юнитов его рукопашная сила 30 сила стрельбы 40 и передвигается он на 5 клеток слава богу он изначально не может двигаться после того как пострелял но для сравнения тот же арбалетчик который будет может появиться примерно в это же время имеет точно такой такие же показатели 30 ближний бой 40 дальний так что по-моему кешики конечно на 5 клеток это круто но это уже не совсем убер юнит следующая новая цивилизация кри это этническая общность северной америке то бишь индейцы как в 5 циве в гатсон кикс появились шашоны так и вот райзен фоллс тоже появляются индейцы народ кри в основном они проживают в канаде в которой являются самые распространенные многочисленные аборигенной языковой группой так что можно сказать что шестой цивилизации появилась канада возглавит индейцев лидер под именем паундмейкер ну вообще в русском языке принято переводить индейские прозвища но в анонсе перевода не было поэтому какое имя будет иметь в российском российской локализации непонятно можно вы перевести как выгонодел например способность индейцев кри называется нихиту дает дополнительный торговый путь и бесплатного торговца не великого торговца просто юнит торговца то есть караван при открытии гончарного дела кроме того когда вы впервые отправляете торговца из города то на его пути три клетки присоединяются к этому городу когда он по ним проходит ну то есть примерно такая же способность как у шашонов только не сразу вам даются клетки и много всего три и только когда торговец по ним пройдет способность лидера этого самого выгонодела паундмейкера называются выгодные условия и означает что все типы альянсов альянса позволяет деле делиться видимостью кроме того торговые пути дают выгоноделу плюс одну еду в городе откуда отправляется за каждый лагерь и выгон в том городе куда отправляется караван то есть если вы отправляете в тот город где есть например три лагеря и 2 выгона то получите плюс 5 к еде а также плюс одно золото за те же самые лагеря и выгоны по моему это очень неплохой бонус если на вашей территории есть хотя бы один город с ним с таким приличным количеством лагерей и выгонов то можно очень неплохо и отъедать города и поднимать деньги уникальное улучшение народа кри называется микки вап открывается после изучения гончарного дела и дает плюс одну продукцию плюс одно жилье а также плюс одно золото если рядом есть ресурс роскоши кроме того плюс одну еду если рядом есть два бонусных ресурсов в дальнейшем при открытии технологий еще добавляются бонусы плюс 1 продукция при открытии гражданской службы а после открытия консервации два бонусных ресурса уже будут давать две еды они одни они одну еду и наконец уникальный юнит надеюсь я правильно его произнесу о кичи то он заменяет скаута опять же аналогии с шашонами у которых уникальный не заменял скаута начинает сразу с одним промоушеном и у него в два раза увеличена сила по сравнению с нормальным скаутом то бишь он такой же силы как и войны и в принципе при большом желании мне кажется если рядом находится какой-то соперник то этими самыми а кичи то можно вполне создать множество проблем но и кроме новых наций еще анонсировал один новый лидер у индии уже был ганди еще добавится чандрагупта маурья первый в истории объединитель индии основавший империю мауриев правил аж четвертом третьем веках до нашей эры если вы выберете индию под его руководством то уникальный юнит уникальная инфраструктура и специальная способность индии останутся те же будет только изменен бонус лидера и если способность ганди скорее на защиту то чандрагупта явно заточен на агрессию его способность вы можете после открытия цивика военные тренировки объявлять войну с использованием казус бели территориальная экспансия если вы объявляете такую войну то получаете плюс 2 к передвижению плюс 5 силе в первые 10 ходов после объявления войны по причине территориальной экспансии ну и кроме того низкий штраф за вармонгерство так что очень неплохие бонусы на этом пока все кроме тех наций которых я вам рассказал в этом видео еще анонсирована всего лишь одна поэтому пока нету смысла делать видео продолжение ну а если что-то упустил всегда поправляйте меня в комментариях играйте в умные игры спасибо что засорили до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы зарели до конца видимо новом понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры